Маткульт, привет всем! Новости февраля. Прежде всего, сегодня единственная в феврале дата перевертыш 22.02.2022. Более того, это прям настоящий палиндром и кроме нее в этом году не будет ни одной даты, которая бы получилась перестановкой цифр, какой угодно перестановкой цифр номера года. Вот такой замечательный день, мы записываем новости. И нулевая новость состоит в том, что я сейчас тут буду хвастаться, в воскресенье 20 февраля я, как и год назад, одолел 100 километров за один день на лыжах. Только в этом году это были особенные 100 километров, потому что они были честные, прям по GPS ровно 100 от начала до фиксации финиша, и еще плюс 5 с лишним до станции. То есть, фактически 105 с небольшим, даже по некоторым GPS 106 километров пришлось пройти. А год назад это было 92,5 зачетных, а всего 98. То есть, чуть-чуть как бы не до 100. Вот, значит, по этому поводу я всех призываю к физкульт-привету, а не только к маткульт-привету, потому что они идут как бы рука об руку, и если вы не занимаетесь серьезной физкультурой, то, скорее всего, ваши мозги вскоре начнут гнить. Вот так вот. Так, ну а теперь поехали. Новость номер один заключается в том, что наше воззвание подписало уже более 67 тысяч человек. Возможно, если я сейчас нажму кнопку, там будет около 70. И я призываю всех полностью избавиться от нигилистических соображений, что все это не работает, кому эти воззвания нужны, платформа не та и все такое. Все это в пользу бедных. Работает это шикарно. Хотя бы потому, что после этого практически сразу, когда вот начался резонанс, мне позвонили, уже даже, ну, написали письмо от двух единороссов, которые очень настоятельно просили прекратить эту игру. Вот. И что они все сделают? Мы сделаем региональный комитет, и мы решим все ваши проблемы. Только не собирайте подписи. Я говорю большое спасибо, дорогие коллеги, по нашему нелегкому делу, да, коллеги. Но как бы собирать подписи мы будем, потому что иначе бы вы как бы даже и не заметили, что тут такая тема, что учителям деньги не платит никто. Вы бы не звонили, не писали, ничего бы не происходило. Поэтому спасибо, сотрудничать с вами будем. И да, будем продолжать собирать подписи. Вот. Кроме того, после того, как мы начали сбор подписей, куча публикаций, вот здесь по ссылке увидите, про пилотные проекты с зарплатой. Правда, там из одного кармана другой собираются перекладывать. Но все равно, как бы, какие-то пилотные проекты заводят. Кравцов открыл, значит, данные, ну, или не Кравцов, там, какой-то из чиновников открыл данные про то, что, оказывается, 76% учителей России получает оклад за ставку ниже мрот. Все это сейчас обсуждается. Уже Толстой, Петр Толстой из «Единой России» выступил примерно в нашем ключе. Поэтому не сомневайтесь, ни одной секунды. Если вообще что-то у нас работает, то это сбор подписей. Поэтому каждый, кто не подписал, пожалуйста, подпишите. На канале 214 тысяч человек, а подписало в районе 70 тысяч. Значит, две трети прохалявили, Ваньку валяют на диване. Подпишите все. Хорошо? А я перехожу к следующей новости. Следующая новость номер два состоит в том, что скоро будет целый ряд моих выездов с лекциями. 1 марта набережные Челны. По ссылке уже даже плакат готов. В 11 утра. Ну, короче, информация вся вот здесь. Надо будет зарегистрироваться по ссылке и приходить. 2 марта Казахстан. Село Корнеевка Северного Казахстана. Тоже по ссылке будет точная информация, куда приезжать. Просто приезжайте и говорите. Я на лекцию к Саватееву. Вот. Можете где-нибудь из Владивостока, например, прикатить в Северный Казахстан и ко мне на лекцию. Или, может, кто из Астралии приедет или из Сингапура. Всех ждем в Казахстане. А почему я еду в Казахстан? Потому что я патриот, ватник, понимаете? А Казахстан, после того, как там это вот, всю эту движуху смогли ликвидировать, он явно стал ближе к нам. Вот как бы в каком-то моральном смысле слова он стал ближе к нам. И я хочу как бы в качестве поддержки, вот своей собственной поддержки, там провести уроки. Звали меня туда давно, а согласился я после январских событий. Вот. Кроме того, дальше будет что? Дальше мы едем... Так, ну это не считается. Кавказская матолимпиада. 13 марта я буду бежать там интеграл по городу в Майкопе. 14 или 15 выступать. По-моему, 14 выступать там, а 15 уже в Нальчике. Так, дальше. 22 марта я выступаю в Минске. Информация позже следите в нашем паблике ВКонтакте. Все будет. Это 20... Сейчас, что я сказал? Нет, 23 марта я выступаю в Минске. 24 марта весь день провожу в городе Калининград. Вот. То есть я из Минска на поезде еду в Калининград. Там выступаю. 25-го летаю в Москву. Так. Возможно, что дальше... Так. Говорим только подтвержденное. 4 апреля Новосибирск. В середине апреля на каникулах мы едем в Нальчик снова. И там тоже что-то наверняка будет. Какие-то выступления по школам. Следите за информацией. 18-го я в Питере, но там я не выступаю. Там какое-то радио. 19-го в Нижнем... А, но там тоже закрытое. Так. Вроде да. С выступлениями еще какой-то фестиваль в Татарстане в конце апреля. То ли будет, то ли нет. Так. Это по поводу того, что сейчас можно, по крайней мере, уже сейчас вспомнить и сказать. Теперь переходим к следующему пункту. Третьему. Который называется много-много-много-много коллабов. Я даже не буду их всех перечислять. В основном они про образование. Ну, все-таки с отцом Андреем Ткачевым я отдельно, как бы, отмечу. И на канале аудио статьи с Павлом Ивановым. У нас теперь два Павла Иванова в команде. Можно их различать по отчеству. Один Борисович, другой Андреевич. Вот. Вот у Андреевича я выступал, значит, целых две части на аудио... На канале аудио статьи. И, значит, у отца Андрея Ткачева. И много еще где. Ну, и, собственно говоря, завершить новости февраля я хочу. Все равно будут спрашивать. Ну, все равно будут спрашивать. Обязательно. Поэтому я отвечу на вопрос, который еще вами мне не задан. Как я отношусь к признанию ДНР и ЛНР. Вот. И я отвечу так. Когда делаются действия, которые прекращают обстрелы мирных жителей, то я всегда эти действия приветствую. Значит, все последние годы был обстрел мирных жителей. Якобы минские соглашения вот такие вот. Они вроде как не предусматривают обстрелов, но обстрелы идут. У нас это, ну, как бы нигде не оповещалось. Иначе вроде как будет плохо выглядеть наше начальство, что стрелять-то они стреляют. Но вот минские соглашения у нас выполняются. Меня это как бы как человека, который там выступал и вообще болеет за Донбасс. Меня это всегда выбешивало. И вот вчера, наконец, Владимир Владимирович внял всем просьбам патриотов, настоящих патриотов России и признал эти республики независимыми. Теперь, что называется, пусть попробуют пообстреливать. Маткульт, привет всем!